Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свои видео обзоры, мы дошли до самых крупных томатов. Вот один из таких традиционных сортов, которые многие знают, многие уже выращивали. Это король гигантов. Это очень такой популярный сорт. Сейчас я кратко расскажу о нем. Крупноплодный сорт сибирских селекционеров по праву может считаться королем среди томатов по всем основным параметрам. Крупноплодность, урожайность, вкусовые качества. Плоды округлые, красные, весом до 1 кг, лёжкие, сладкие. Хороши как для салатов, так и для зимних заготовок. Растение индетерминатное, высотой 1-1,7 м в зависимости от условий выращивания. Урожайность 1 куста достигает 7-8 кг, не с квадратного метра, а с куста. Сорт выращивается в открытом грунте и в теплице. На 1 квадратном метре размещают 2-3 растения. Ну тут дальше подкормки, полив. Так, так, так. Это все нам не надо. Главное, что мы из этого можем извлечь, что это универсальный сорт. Он одинаково вызревает и в теплицах, и в открытом грунте. Даже в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Если предыдущий сорт крупноплодный розовый гигант, я рассказывала, что он только для теплиц, и на улице он не отдаст весь свой урожай, то этот отличается кардинально. Это сибирский сорт, он может в открытом грунте вызреть. Вот сейчас я вам покажу. У меня он специально выращивала в двух местах. Вот эти вот теплицы, 3, эти с открытого грунта, вызревают и там, и там. Единственное, что у нас нынче в открытом грунте плохие условия. Вот сейчас уже холод был, ветер, град. Многие плоды, вот сейчас покажу, повредились градом. Вот видите, пробоина. И все, плоды начинают гнить. 50% урожая я выбросила. Просто вам вот оставила показать. Видите, травма. Он уже был бурый, мягенький такой. Его повредили, он все, погиб. В теплице, конечно, все они сохранились. И в теплице еще, вы видите, как у них такая гладкая-гладкая, идеальная кожа. Они как по внешнему виду намного красивее, ну как бы ухоженнее, что ли. Вот они аж все такие, как глянцевые. А эти немного, они, видите, всякие. Ну, как вам объяснить. Ну, вот как будто эти горожане, а эти деревенские жители. У деревенских жителей всегда обветренное лицо загорелое. Они больше находятся на свежем воздухе. Так и это, и ветра, и всякие грозы, град. Он все-таки немного неравномерный. А эти, конечно, как игрушки. Вот как на картинке. Вот такой плотно картинки, видите. Ой, отсвечивает. И такой же вот здесь. Одинаковый. Даже цвет такой же и все. Вот эти как на картинке. Но, если не учитывать вот эту эстетическую сторону, внешний вид, красоту, то в открытом грунте этот король гигантов тоже прекрасно возревает. Вот сейчас, средина августа. Уже очень много спелых плодов. Я уже снимаю, делаю семена. Те, которые вот повредились, конечно, я не считаю. Урожайность в этом году меньше. Вот поэтому я и говорю, что урожайность сильно зависит от того, в каких условиях он растет. Конечно, в теплице ничего не повредилось. В теплице они все целенькие. Все крупненькие. Вот я не гонюсь, как не выращиваю суперогромные плоды. Мне это не надо. Для того, чтобы вырастить суперогромные плоды, надо количество кистей цветочных уменьшать, меньше оставлять. Я выращиваю вот такие вот, сейчас вешала. Все они по полкилограмма. Вот 530-490. Средние полкилограммовые плоды для такого сорта это идеально. Больше мне не надо. Иначе кустам тяжело. Подвязывать лишний раз приходится. Обламываются все ветки. Полкилограммовые короли гигантов. Хороший вариант. Очень вкусные. Идут и для салатов, и для заготовок. Вот это любителям крупноплодных сортов. Идеальный сорт и для открытого грунта, и для теплиц. Вызревают даже в регионах с коротким летом. В таких как Сибирь, Урал, Дальний Восток. Вот у нас сейчас август. Вот эти вот плоды вызрели на улице. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Остальные видеообзоры все у меня на странице в Одноклассниках. Можно посмотреть. Набираете Ольга Чернова. Город Бийск. Алтайский край. Там же каталог семян. Король гигант. Есть в каталоге. И кто хочет приобрести такие семена, но не может найти в своем регионе, может у меня выписать. Все условия есть у меня на странице в Одноклассниках. До свидания. Желаю всем на своем участке вырастить вот такой крупный, красивый, вкусный король гигантов. Продолжение следует... Продолжение следует...